Здравствуйте! В эфире информационная программа новости в студии Светланы Дёмина. Мои коллеги познакомят вас с главными событиями из жизни родного города. Вот о чём мы расскажем вам сегодня. Мэр Заречного Вячеслав Гладков встретился с активистами клуба «Двадцатая дорога». Автомобилисты указали на самые острые проблемы в организации дорожного движения в Заречном. Многое неправильно в Заречном, и мы как водители считаем, что мы можем помочь. Финишная прямая. В Заречном стартовал заключительный тур отраслевой Олимпиады Росатом. Это очный тур. Я читала параграфы учебника, решала Олимпиады прошлых лет. Жилой микрорайон для птиц готовится к заселению. В Скворчихино-3 появились первые дома для пернатых. Мы уже с сегодняшнего дня начали развешивать скворечники, которые нам сделали дети с родителями и также школьники. Состояние проезжих частей, проблемы с освещением пешеходных переходов, установка дорожных знаков. Эти и другие вопросы обсудили участники клуба «20-я дорога» на встрече с главой городской администрации. Беседу с Вячеславом Гладковым инициировали сами автомобилисты. По их мнению, взгляд изнутри поможет более грамотно организовать дорожное движение в Заречном. Автомобилисты вышли на контакт с властью. Участники клуба «20-я дорога» на очередном заседании устроили день открытых дверей. Для обсуждения проблем дорожного движения в городе в ровесник пригласили главу администрации Вячеслава Гладкова. А вопросов, связанных с дорогами и автотранспортом, в городе достаточно. В связи с тем, что автомобилистов много или любите автомобили, то возникает очень много проблем. Самая простая проблема, там их две, да, первая – это парковки, а вторая – проблема со знаками. Ведь сколько людей, столько мнений, кто-то говорит, что знак ошибочно поставлен, кто-то нет. И поэтому не хотелось бы, конечно, чтобы выстроить какую-то связь. Для этого зареченские автолюбители и организовали встречу. Они готовы помочь в решении многих вопросов. Организация дорожного движения, мы хотим принимать участие в этом, потому что многое неправильно в Заречном. И мы, как водители, считаем, что мы можем помочь и наладить постановку. Развиваемся, двигаемся дальше. Естественно, без администрации тяжело. Так что будем сотрудничать вместе. Помощь неравнодушных автовладельцев будет полезна и при выявлении самых проблемных участков дорог в городе. К примеру, членов клуба «20-я дорога» беспокоит плохая освещенность пешеходных переходов. На встрече в ровеснике зареченцы предложили несколько вариантов решения этого вопроса. И вызвались даже указать наиболее сложные участки. Идею мэр поддержал. Давайте составим реестр по этим переходам. Вы его дадите мне, я скажу, смогу сделать в этом году столько, в этом году столько. Сделали, вот съездили, посмотрели, отметили, можно в сети все это повесить. Кроме того, у автомобилистов есть мысли по поводу размещения некоторых дорожных знаков в Заречном. Они готовы поделиться своими соображениями с членами городской комиссии по безопасности дорожного движения. Для этого Вячеслав Гладков посоветовал участникам клуба официально зарегистрировать его. Тогда горожане смогут войти в состав комиссии и наряду с остальными принимать решения на городском уровне. Светлана Демина, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». Одна из городских проблем, связанная с автомобилями и пока не нашедшая своего решения, машины на газонах. С приходом весны автовладельцы, оставляющие своих железных коней там, где должна расти трава, рискуют быть оштрафованными. Администрация Заречного напоминает водителям о соблюдении правил парковки. Зимой многие автовладельцы ставили машины в местах без искусственного покрытия. Но благодаря снежному покрову это не вредило газонам. Теперь, когда снег почти растаял, подобная практика стала правонарушением. И за парковку на газонах предусмотрен штраф. Штрафы не изменились. Они как бы у нас 500 рублей в первый раз, когда человек наказывает, и от 3500, когда правонарушение производится второй раз в течение года. Поэтому со следующей недели уже будем выходить в рейды, и владельцы таких транспортных средств наказывают. Полтора десятка уголовных дел возбуждено в Заречном по статьям кражи и мошенничества с конца 2014 года. И речь идет лишь о преступлениях, совершенных с использованием современных технологий. Если ранее преступники ориентировались на старшее поколение, играя на родственных чувствах пожилых людей или откровенно обманывая пенсионеров, то теперь потерпевшие чаще всего молодые образованные люди. Жертвами преступников становятся педагоги и врачи, рабочие и чиновники. Все те, кто активно пользуется мобильными устройствами и электронными платежными системами. Кража осуществляется путем внесения в телефон, который обладает возможностями выхода в интернет, какой-то вредоносной программы, которая в конечном итоге воздействует на мобильный банк, который подключен, и осуществляется перечисление денежных средств на счета третьих лиц. В текущий момент по данной категории у нас возбуждено 9 уголовных дел, квалифицированных в части 1 статьи 158 кражи. Подробнее о том, какие уловки используют мошенники и как на них не попасться, мы побеседуем с гостем прямого эфира. К нам в студию придет заместитель начальника полиции межмуниципального отдела МВД России Пазата Заречный Сергей Абашин. Это будет после основного информационного блока, а пока к другим новостям. Ветеранов Заречного познакомили с работой библиотеки семейного чтения. Горожанам показали книжный фонд и рассказали о клубах по интересам, которые располагаются в библиотеке. На экскурсии побывала и наша съемочная группа. В Заречном есть все для интересного и содержательного досуга. В этом убедились члены ветеранских организаций города. Для заслуженных зареченцев провели экскурсию по библиотеке семейного чтения. Моя задача представить библиотеку как модное место, где горожане проводят свой досуг. Сюда можно прийти всей семьей, приятно и с пользой провести время, а также поучаствовать в работе трех наших клубов. Субботние посиделки, блина и клуба рукодельницы. Гостям рассказали об истории создания библиотеки, познакомили их с книжными фондами. Ветераны увидели издания, представленные на абонементе. Оценили богатство выбора в читальном зале. А самое главное, увидели, что это действительно библиотека семейного чтения. Здесь можно найти интересную книгу и для взрослых, и для детей. Мы народ любопытный и хочется нам все больше и больше знать. Поэтому мы сюда пришли. А где вы до этого уже побывали? Мы до этого побывали в детских садах. Мы были очень много, у нас молодцы, наша администрация нас старается. Подобные экскурсии проводятся в рамках ознакомления зареченских ветеранов социально значимыми объектами города. Эту идею предложил глава городской администрации. Ветераны это начинание активно поддерживают. Говорят, что экскурсии нужно проводить как можно чаще. Эти поездки помогают заслуженным зареченцам ощущать свою причастность к жизни в городе. Общаться, открывать для себя что-то новое. Исходя из предыдущих всех встреч и экскурсий, люди очень довольны. Люди многого не знают того, что у нас в городе имеется здесь, вот этих именно социально значимых объектах. С удовольствием получают информацию, рассказывают о них другим. И потом уже другие следующие члены этих ветерановских организаций просят повторить эту экскурсию, чтобы тоже ознакомиться и увидеть много интересного. Впереди у ветеранов еще много экскурсий и познавательных встреч. И с каждым разом участие в них принимает все больше пожилых зареченцев, которым небезразлична жизнь города. Дмитрий Балясников, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». И к другим темам. Школьники Пензы и Заречного вступили в финальный тур интеллектуальной битвы. В нашем городе состоялся заключительный этап отраслевой олимпиады «Русатом». Ее организовал Национальный исследовательский ядерный университет Московский инженерно-физический институт. В течение двух дней школьники состязались в знании физики и математики. Подробности у Ксении Тризны. Семиклассница из Зареченского лицея Валерия Воробьева учит физику первый год, но уже успела полюбить эту сложную науку и добиться в ее освоении успехов. Девочка прошла отборочный тур отраслевой олимпиады «Русатом» и теперь принимает участие в финале интеллектуальных состязаний. Это очный тур. Я читала параграфы учебника, решала олимпиады прошлых лет. Организатор олимпиады – Национальный исследовательский ядерный университет Московский инженерно-физический институт. Участники – ученики 7-11 классов из Заречного и Пензы. Карина Каменева из 44-й гимназии тоже в числе тех, кто прошел финальный тур. Она пока не знает, будет ли ее дальнейшая профессия связана с физикой, но твердо уверена, что полученные на уроках знания и умения окажутся полезными и нужными. Мне нравится размышлять логически, думать над чем-то. То есть это все равно стимулирует память, когда мы вспоминаем какие-то формулы. И в любом случае в жизни это пригодится. Задание финального этапа ненамного сложнее, чем в отборочном туре, уверяют организаторы. Просто задачи более трудоемкие, и чтобы их решить, нужно больше времени. Поэтому на работу участникам в этот раз дали 4 часа вместо 3. Составители стараются не включать в задания темы, которые ребята еще не изучали на уроках. Поэтому у школьников есть возможность справиться даже с самыми сложными задачами. Я буду пытаться ее как-то решить всеми возможными способами, может быть методом подбора. Участие в Олимпиаде МИФИ особенно важно для 11-ти классников. Все они, независимо от результатов, получают дополнительные баллы на ЕГЭ. Призовое место или победа в Олимпиаде дают право на 100-бальный результат по предмету. Многие институты, в принципе, по физике, например, или по математике, разрешают, если он становится призером либо победителем, Олимпиады высокого уровня, то их принимают без экзамена вообще. Так что зареченские выпускники уже сейчас стараются получить все возможные бонусы и работают на поступление в высшие учебные заведения. Результаты финального этапа отраслевой Олимпиады Росатом огласят до конца марта. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Сегодня интеллектуальные состязания продолжились. Состоялся финальный тур математической Олимпиады Московского инженерно-физического института. В нем участвовали победители и призеры отборочного этапа, прошедшего в декабре 2014 года. Школьники не только демонстрировали знания математики, желающие смогли принять участие в отборочном этапе Олимпиады МИФИ по робототехнике. Это новое направление, которое очень развивается в России, потому что за робототехникой будущее. Во многих школах города наших преподаются такие дисциплины, как робототехник. И вот, пожалуйста, такая Олимпиада проводится МИФИ по такой дисциплине. В «Заречном» готовится к открытию новый жилой микрорайон. В зоне отдыха «Лесная» началось массовое строительство домов для птиц. Этой весной в районе лесного пруда должно появиться около ста скворечников. Из микрорайона «Скворчихина-3» наш следующий материал. Дома в «Заречном» возводятся стремительно, особенно если в строительстве принимают участие юные горожане. Уже третий год школьники и воспитанники детских садов помогают в решении жилищного вопроса пернатым зареченцам. Этой весной заселить решили зону отдыха «Лесная». Здесь в конце марта откроется микрорайон «Скворчихина-3». «Мы уже с сегодняшнего дня начали развешивать скворечники, которые нам сделали дети с родителями и также школьники. Планируем сегодня повесить около 60 скворечников. На данный момент у нас готово столько. И надеемся, что мы еще раз выйдем и повесим еще порядка 20». В этом году в строительстве приняли участие пять детских садов и две школы. К делу ребята подошли с фантазией. «Скворечники – это вещь, конечно, как бы повседневная, ну не то, что повседневная, а обыденная вещь, а все-таки хотелось город как-то украсить. И я ребятам ставил задачу, что нужно сделать не просто функциональную вещь, а вещь, которая будет украшать еще и радовать глаз. Вот. И для примера я сделал несколько вот таких дизайнерских вещей. Каждый старался свою работу представить уже в каком-то интересном виде. Не просто голый скворечник, а скворечник, который еще является декоративным элементом для украшения города». «Некоторые творения юных зареченцев могли бы стать достойными экспонатами в историческом музее, как, например, вот этот телефон или кинокамера». При всей своей красоте скворечники функциональны. Многие рассчитаны не только на то, чтобы птицы в них жили. Некоторые домики ребята снабдили птичьими столовыми и другими полезными приспособлениями. «Сложно делать скворечники?» «Да». «В чем главная сложность?» «Самая главная сложность – это покрывать металлную крышу». «То есть ты необычную крышу решил сделать?» «Да». Чтобы вода бы стекала, удобнее было бы. Дизайнерских задумок для скворцов, признаются школьники, у них еще много. И время для их реализации еще есть. Микрорайон «Скворчихина-3» официально откроется 28 марта. Светлана Демина, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». И о спорте. Продолжаются ледовые баталии в рамках городского чемпионата и Кубка любительской хоккейной лиги. Накануне вечером на арене спортивно-культурного комплекса «Союз» сошлись сборная градообразующего предприятия и команда «Самураи». Соперники неравные. Старт во втором круге соревнований не проиграл ни одного матча. «Самураи» ни одной игры не выиграли. Кроме того, в декабре прошлого года старт обыграл «Самураев» со счетом 12-1. Поэтому на победу новичков дивизионный любитель никто из зрителей не ставил. Правда, счет в этом матче был поскромнее. За три игровых отрезка хоккеисты производственного объединения семь раз успешно атаковали ворота противника. «Самураи» ничем не ответили. Итог матча 7-0. Победа за стартом. Мы прервемся на рекламу, а сразу после нее встретимся с нашим гостем. Не переключайтесь. В Заречный вернулся Зарик. Многие горожане наверняка помнят, как в марте 2013 года в передвижном зоопарке, гостившем в нашем музейно-выставочном центре, в семействе макак на свет появился детеныш. В честь нашего города малыша окрестились Зариком. Теперь он подрос и вновь прибыл на свою родину. Правда, когда мама наконец отпустила свое чадо и его удалось рассмотреть повнимательнее, оказалось, что это не Зарик, а Заринка. Все-таки не зря родилась обезьянка 8 марта. Вместе с Заринкой в музейно-выставочном центре Заречного можно увидеть множество экзотических животных. Рептилии, всем своим видом напоминающие о доисторических временах. Черепахи всех возможных размеров. Забавные игривые обезьянки. Яркие попугаи всех цветов радуги. Пушистые кролики и морские свинки. Все обитатели вольеров приводят в восторг посетителей выставки, особенно ребятишек. Мне понравилась обезьяна, она такая смешная, большая. Еще мне понравился питом тигровый, он такой, как в масле весь, из чешуи. Еще вон та обезьянка, она все время бегает. И попугай, он разговаривать умеет. Мне понравились все животные, они такие классные. Все, потому что они все по-своему хорошо выглядят. И эта выставка просто супер. Особенно понравилось в этой выставке то, что их животных здесь можно трогать, гладить. И не только гладить, но еще и брать в руки. Можно кормить, наблюдая, как аккуратно берут зверюшки угощения прямо с ваших ладоней. Можно сфотографироваться с любым из них, будь то огромный питон или забавные пушистые обезьянки. Мне очень понравилось. Понравились обезьянки особенно. А еще можно долго-долго наблюдать за обитателями зоопарка, за их привычками и повадками. И тогда наверняка увидишь, как самозабвенно танцуют пестрый и нарядный попугай Жора или грызет семечки колючий дикобраз. Услышишь, как разговаривает Жако. И как своенравный и важный Яша, явно претендующий на звание старейшины этого маленького звериного семейства, дает понять, что аудиенция окончена. Организаторы выставки рассказали, каждый визит в Заречный приносит этому замечательному контактному зоопарку пополнение. На этот раз потомством обзавелось семейство морских свинок. Очаровательных детенышей уже можно увидеть, они достаточно подросли. Стоит поторопиться, выставка пробудет в Заречном до 31 марта. Обезьянка Заринка и ее товарищи ждут маленьких и больших зареченцев в гости в музейно-выставочном центре каждый день с 10 до 19 часов. Новости Заречного снова в эфире. Мошенники вновь активизировались. В арсенале злоумышленников появились новые уловки. Как не попасться на них и что делать, если вы все-таки стали жертвой преступников? Об этом и не только мы побеседуем с гостем прямого эфира. Сегодня у нас в студии заместитель начальника полиции межмуниципального отдела МВД России Пазата Заречной Сергей Абашин. Добрый вечер, Сергей Николаевич. Добрый вечер. На самом ли деле такая сложная ситуация с мошенниками складывается в Заречном? Скажем так, проблематика дистанционно совершенных преступлений можно назвать таким способом, когда злоумышленники практически не то что не знают своих жертв, а находятся на расстоянии от них тысяч километров, она достаточно серьезна. И актуальность ее растет ввиду развития интернет-технологий, других мобильной связи. И преступники находят все новые-новые способы отъема денежных средств у населения. Ну, чем пополнился арсенал мошенников, скажем так, какие существуют? Вы знаете, я хотел бы, я остановлюсь как бы на новых способах, но хотел бы напомнить о тех способах, которые существуют, и которые, в принципе, лица с числа преступных элементов продолжают пользоваться. Скажем так, что можно разделить на четыре группы совершенные преступления. Это три, значит, группы, три из которых можно квалифицировать как деяния, совершенные по части 1 статьи 159 Уголовного козла с Российской Федерацией, это мошенничество. И один из видов преступных деяний, это совершенные по части 1 статьи 158. Остановимся на первых трех. Это первая, значит, небезызвестная и уже давно знакомая нам мама «Я попал в беду», которая на протяжении нескольких лет, в общем-то, не дает спокойно жить с нашим бабушкам, к сожалению. Но хочу сказать, что благодаря совместным усилиям данный вид мошенничества, в общем-то, сейчас с нашими общими усилиями, потому что в любом случае и общество повлияло на то, что преступники, в общем-то, не получали денежные средства, практически сошел на нет. Единичные факты регистрируются, в том числе и по области. Второй вид мошенничества, который сейчас активно используется с преступниками, значит, он задержит в себе следующие моменты. На мобильный телефон жертвы будущей приходят смс-сообщения о том, что с его счета мобильного банка одобрен перевод денежных средств на определенную сумму и указан телефон как бы горячей линии. Человек, естественно, понимая о том, что никаких денежных операций он не совершает, он пытается звонить на телефон горячей линии. Действительно, ему там отвечает человек, представляется менеджером банка, вымышленной фамилией, и утверждает, что действительно, согласно данным, там, допустим, компьютерной программы в отношении его счета, его счет подвергается опасности. И называет перечень действий, которые должен совершить человек. Человек приходит в банк и, в общем-то, под руководством мошенника осуществляет операции с банкоматом и переводит, в общем, свои, честно, заработанные денежки мошенникам. Третий вид, про что мы сейчас с вами разговариваем, это тот вид, когда люди пытаются приобрести через интернет, через портал объявлений какие-либо товары, вещи, автомобили. Значит, злоумышленники предлагают перечислить либо залог, либо полную сумму товара. Люди осуществляют данные действия, злоумышленники получают деньги и, в общем-то, перестают общаться, скажем так, телефоны отключаются, в интернет они больше не уходят. Ну и мы с вами, в общем-то, подошли к тому моменту, о котором вы задали мне вопрос. То есть, какой новый вид, значит, отъема денег у населения придумали преступники? Придумали они следующий вид. Значит, скажем так, на телефон гражданина приходит сообщение. Вам фото в формате ММС и ссылка на определенный сайт. Человек из любопытства, в общем-то, пытается открыть, открыть, значит, окно в интернете. В этот момент ему на компьютерное устройство, которое имеет доступ в интернет, приходит вредоносная программа. Он это даже, в принципе, не замечает, которая, значит, внедряется в мобильный банк и с его банковского счета пластиковые карты денежки отчисляются в счет, опять же, третьих лиц. Вот тут новый вид. То есть, с ним сейчас чаще стали обращаться в полицию гражданина? Да. В общем-то, если обратиться к статистике, за последнее время, значит, в новостном блоке было озвучено цифров 15 уголовных дел. Из них 9 уголовных дел возбуждены по части 1 статьи 158-й кражи, о чем мы с вами говорили, то есть, с счетов граждан. И 6 уголовных дел по тем видам мошенничества, тех трём, которые я ранее озвучил, это по части 1 статьи 159-й уголовного кодекса мошенничества. Сергей Николаевич, что нужно и, скажем так, как нужно реагировать на подобного рода сообщения, чтобы не стать жертвой мошенников? Что нужно помнить в первую очередь гражданам? Ну, в общем-то, мы с вами, в принципе, определенный алгоритм уже озвучили, да, и человек, в общем-то, адекватный, он поймет. Ну, давайте опять оттолкнемся. Первый вид. Мама, я попал в беду. В принципе, все наши родственники находятся на связи в этот момент. Позвоните, поинтересуйтесь. Не нужно делать скоропостижных решений. Дело в том, что банкомат находится на определенном расстоянии. За это время можно позвонить, в принципе, родственникам, соседям родственников. И уточнить этот момент. В конце концов, никогда полиция не была в стране. Звоните полицию, наши наряды проедут, проверят ваших родственников. На месте они, что с ними. По второму виду. Когда приходит такого рода сообщение, во-первых, оно приходит с телефона мобильной связи, в основном не Пеннинского региона, но тем не менее, это видно, что СМС пришло с незнакомым вам номером. Да, они, мошенники указывают, что якобы 900. То есть, мы все привыкли, что мобильный банк – это 900, но это не так, это не тот номер. Не нужно перезвонить на телефон на горячей линии. Есть ли никаких операций с мобильным банком? Я смею вас заверить. И, в общем-то, с руководством банков определились, что какой-то вид отчисления, он не происходит. Не санкционированный, без вашего ведома. Третий вид, о чем мы говорили, ну, не обращаться на те сайты, которые не проверены, не покупать оживленности на сайте, который не проверен. Ну и, в общем-то, мы с вами подошли к банковским картам. Что самое главное? Не открывать те сообщения, которые вам приходят, в плане того, что не быть любопытным, не смотреть эти фотографии, не обращаться к сайтам, которые вам предлагаются навязанными услугами смс-сообщением. Ну и, в общем-то, в идеале, конечно, чтобы мобиль был подключен к тому коммунистическому устройству, которое не имеет доступа к интернету. Потому что, в общем-то, мошенники развиваются, и, будем так говорить, неизвестно, какого сайта можно быть среди новостной программы, попасть в телефон, коммунитет и так далее. Ну и если все-таки человек проявил любопытство, куда обращаться, к кому просить помощи? Однозначно, кроме как в полицию, обращаться, в общем-то, некуда. Даже в банке они в любом случае вас направят в полицию. Приходите в любое время суток на держанную часть, пишется заявление, инструкция по документированным фактам нами получена, она отрабатывается. Единственный, конечно, момент, который жители должны нас понять и, в общем-то, осознать то, что мы по-другому не можем поступить, устройство, через которое был получен данный осморад, будет на какой-то момент изъятный, направленный на экспертизу. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Будем надеяться, что таких случаев станет меньше. Всего доброго. Спасибо. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Заречный». Спонсор курса валют – компания «Займэкспресс». Это все справки. Это документы на залог. А это? Это мои поручители. Мы выдаем займы без залога и поручителей. «Займэкспресс». Берегите нервы. Я же сказала, поручители не нужны. Мы тоже хотим. «Займэкспресс».